Приветствую вас, Елена. Давайте разберем ваш вопрос. Ну, как вопрос? Вы, а текст, который вы написали. Значит, обратите внимание, что вопросов у вас нет. Вы просто говорите, что хотела бы сама с собой жить. Ну, вот, что вы имеете ввиду, говоря, что хотели бы сама с собой жить, не очень понятно. Вот, имеется ввиду, что хотели бы вы жить уже в своем, например, собственном мире, да. То есть, ну, не хотели бы, чтобы вас тревожили, например, другие люди. Или, может быть, вы имеете ввиду что-то еще. Действительно, не разбираться. Вы знаете, если смотреть на те образы, которые у меня возникают, когда я читал ваш текст, то это больше про некую потребность в безопасности, это про некую, знаете, некие усилия по выдвижению, ну, по настройке вокруг себя с тем, из людей. Вот. То есть, это, ну, такое стремление, стремление себя защитить, стремление себя оградить с помощью людей. Вот. При этом, чувство вины за невозможность оправдать ожидания, завышенные требования к себе. Вот. И я бы сказал, наверное, некое, знаете, болезненное, болезненное наслаждение от возможности разрешить себе что-то, дойдя до определенной критической точки, когда, например, градус давления, градус, может быть, по давлению на вас увеличивается настолько, что, ну, что вы уже чувствуете, что так дальше нельзя, так больше нельзя. Вы боретесь со смекровью, вы боролись, точнее, с ней, сейчас я так понимаю, вы с ней согласны, правда, мне совсем понятны некоторые вещи, например, если вы не любите, как вы говорите, своего мужа, то откуда ревность? Понятно, что ревность и любовь – это чувства разные, но с чисто бытовой какой-то вот точки зрения хочется как-то вот понять этот момент. Если нет любви у вас к человеку, то откуда ревность? Вы говорите, что вы вышли замуж, потому что забеременели. Здесь, на мой взгляд, есть некоторая не особенность ваших поступков, может быть, желание вот не наказать себя, а сделать так, чтобы у вас не было выгода, делать так, чтобы окружающие, другие люди оказались перед необходимостью что-то для вас сделать. То есть вы подознательно можете лишать людей выбора, вы подознательно можете не оставлять людям окружающим вас иного выгода, кроме как что-то для вас сделать. Вероятно, из-за того, что вам кажется, что если у человека будет выбор, то для вас он никогда ничего не сделает. Ну вот как бы сам, да, по своей воле. И это, конечно, если это так, то это, конечно, весьма тревожная история. Это весьма тревожный такой момент. Вот, и вы нельзя игнорировать. Потому что на вас это, так или иначе, влияет. И влияет достаточно сильно, как мне кажется. Потому что вы не чувствуете себя свободно и вы не чувствуете себя собой. И все время должны, значит, ну, все время должны то угостать кому-то, то защищаться от кого-то. Вот, то, конечно, такая, ну, на мой взгляд, серьезно туда для вас. Вот. Вот, в принципе, то, что могу вам сказать. Это достаточно травмированное детство. Вот. То есть, связано со школой, связано с людьми. Так что у вас здесь есть проблема, осуждение. Вот. И, соответственно, с этим осуждением, вот. Нужно, наверное, тоже работать, чтобы осуждение, оно не стрессовало вас. Ну, вот. Понимаете? Как бы что. Сейчас есть ощущение, что стресс, вот, от, ну, того, что вас могут осудить, с этим осуждает, он очень мощный, вот. Мне кажется, что это не может намечать вам, вот. Поэтому, по моему мнению, в этом направлении вам тоже имеет смысл работать. Вот. Ну, чтобы, как-то, вот, быть по свободе. Возможно. Что еще? О, еще. Что еще? А, еще. А, еще взаимодействие с детьми представляет, там, достаточно такой интересный момент, как мне кажется, потому что, ну, вот, то, что ваш ребенок, он относится к вам, как говорят, обесценивающийся, да, и он учится этому не только у, а, ну, может быть, у, как вы думаете, да, он учится этому у, там, вашей, например, своей крови, нет, то, то и вы. И, в первую очередь, это вы сами, ну, такое вот, вырабатываете у него отношение к себе тем, что обесцениваете себя, то, что, ну, позволяет себе, ну, быть, может быть собой, да. То есть, такая вот проблема здесь. И, собственно говоря, это, ну, можно все скорректировать, да. Вот. Только не совсем понятно, хочется ли вам этого. вам этого, если хочется, то помочь можно, если хочется. Но у меня нет ощущения, что, что вы готовы работать. У меня есть ощущение такое, что вы, ну, не знаю, может быть, может быть, вы ждете какой-то легкой вот такой, ну, легкой, легкого решения проблемы. Вот. Мне жаль, но легкого решения проблемы здесь нет, легкого решения проблемы не зачастую. Вот. У вас достаточно сложное отношение с тем, и она вам, получается, прививает, ну, прививает некоторое чувство вины. Вот. Чувство вины, это, конечно, не, весьма не полезно, весьма для вас. Ну, то есть, откуда, как может быть чувство вины полезно, конечно, 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 вопрос. Вот. Ну, тем не менее, да. То есть, как бы, вот этот момент, что, ну, как бы, что вы виноваты перед своей мамой, например, его нужно исследовать, его нужно прорабатывать, потому что, как бы, ну, вот, в противном случае, как вы, как вы можете быть свободны, да, если у вас, невозможно быть свободны, если вы чувствуете там, грубо говоря, что всем должно быть свободны, если вы себя обесцениваете, обесцениваете, да, обесцениваете, что тенденция у вас достаточно сильна. Вот. Обесцениваете какие-то тенденции у вас достаточно сильно идут. Вот. И, соответственно, это можно и нужно корректировать. Потому что можно и нужно, ну, с этим, с этим можно и нужно работать. Вот. Вопрос, вопрос заключается, правда, в том, да, хотите ли работать с этим. Вот. Если хотите, то, повторюсь, вам можно помочь, если вы хотите с этим работать. Вот. Ну, а если вы не уверены в том, что хотите работать, то, вы можете, ну, вот, в таком случае, конечно, имеют внефу обращаться уже к, может быть, врачам, да, уже, может быть, к специалистам немножечко такого, вот другого, профиля для получения, ну, помощи, вот, соответствующей помощи. Мне кажется, это как-то так, ну, более, может быть, ну, более, более щадяще по отношению к вам. Мне кажется, так можно интерпретировать. Вот. В принципе, в принципе, вы на этом, я думаю, что сказал, в принципе, что что хотел сказать вам. Вот. У меня надежда на то, что вы сделаете какие-то выводы, вот, у меня надежда на то, что вы сделаете какие-то выводы, ну, у меня надежда, что вы начнете о себе работиться, Я надеюсь, что вы должны как-то себя беспокоиться. Я надеюсь, что вы будете стараться себя исследовать, да, ну, то есть вы будете стараться себя изучать. Вот, и, соответственно, уже тогда, когда вы будете это делать, то всё начнёт меняться и меняться в лучшую сторону, ну, в лучшую сторону для вас. Вот, это то, что я хотел бы вам сейчас сказать. Ну, на этом всё, в принципе, я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok